Итак, первое, что у нас появилось, это дополнение к первой главе налогового кодекса о том, что получив квитанцию из налоговой или требования, или еще какое-либо письмо, мы обязаны с вами подписать эту квитанцию и отправить в налоговый орган с подтверждением того, что мы получили. Например, требования о предоставлении документов на проверку встречную, или же требования о выплате налога, или дать пояснение о какой-то ситуации и так далее. Итак, 6 дней у нас с вами на то, чтобы ответить. Нет, значит, у нас будет штраф. Так, сейчас скажу 100. Сейчас скажу, пожалуйста, я. 129.1. Неправомерное несообщение. Сведения налогового органа. Многие сейчас перешли на электронный документ оборот, особенно с тем, что у нас НДС можно теперь сдавать только в электронном формате. Поэтому многие подключили эти возможности и, конечно, пользуемся. Ну, а раз есть электронный документ оборот с налоговым органом, подтверждаем очень быстро и сразу. Далее. Новое основание появилось у налоговиков для приостановления операции по счетам налогоплательщика. Если мы не сдали декларацию и прошло 10 дней с даты, предусмотренной для ее сдачи, в этом случае налоговый орган может заблокировать счет налогоплательщика и даже приостановить переводы электронных денежных средств. Если мы не исполнили вот эту обязанность по передаче налоговому органу квитанции о приеме документов, то, о чем я сейчас выше говорила, да, требования о предоставлении документа, требования о предоставлении пояснений и уведомления о вызове налогового органа. Мы всегда прятались, говорили, ой, мы не получили и не подтверждали получение. Ну а теперь за это будут штрафные санкции. Да, да. Теперь, что касается решения приостановления операции по счетам, знаете, что можно отменить это решение. И при исполнении нами обязанностей тех или иных налогового органа обязаны разблокировать счет не позднее одного дня, следующего за какой из дат. Либо дата передачи квитанции. Ну, раз они заблокировали нам счет, когда мы не подписали им квитанцию, то, подписав квитанцию, они должны быть один день разблокировать. Либо когда мы подали документы пояснения, либо явились в налоговую инспекцию, если нам направили вызов, что нам туда надо явиться. Это распространяется на организации и предпринимателей. И если вы налоговый агент, то есть вы даже не налогоплательщик по какому-либо налогу, являетесь налоговым агентом, для вас то же самое будет действовать. Камеральная проверка. Помним, что камеральная проверка у нас проходит на территории налогового органа. Мы несем туда документы. Камеральный инспектор, получив от нас декларацию, имеет право, просмотрев декларацию, дать нам вопрос, задать нам вопрос, требовать пояснения и так далее. И мы все документы несем к ним в налоговую инспекцию. Что у нас тут в 88-й статье появилось? Появился пункт 8.1. Налоговая инспекция вправе истребовать у нас счета фактуры, первичные иные документы, относящиеся к операциям, которые отразили мы в декларации. И кроме того, они могут к нам приходить на территорию, осматривать помещение. Истребовать счета фактуры и иные документы, которые у нас по этим операциям в заявленном декларации прописаны. Все слышали наверняка, что у нас новая декларация по НДС, и мы про нее поговорим чуть позднее. Так вот, если мы заявили какие-то счета фактуры к вычету, а поставщик эти счеты фактуры в своей реализации не отразил. Значит, у нас возникают с вами трудности к зачету НДС, и, естественно, налоговый орган требует пояснения в этом случае, как минимум. То же самое происходит, если какие-то операции не были, не обязательно там журналы. Вот наши посредники будут делать записи в журналах, выставленных в счетах фактур. Поставщики продавцы будут делать в книге продаж, а покупатели в книге покупок. И вот получается, если есть агентский договор, должна быть стыковка у трех товарищей взаимовязанных. Это же какие-то самые будут? У них разработаны уже целые алгоритмы, они будут это все проверять, но у нас с вами будут, конечно, проблемы абсолютно. У нас все такие товарищи. Но требовать вот эти все документы, они должны у вас только если вы занесили сумму налога к уплате. Если вы завысили сумму налога к уплате, то, наверное, пояснение у нас никто спрашивает. То есть если мы оставим к вычету, да? Да. Если у нас больше к вычету возмещения, да? Это принципиально ничего. Да, но у них есть больше механизмов для стыковки информации. Да. А вот тут они, когда мы приобрели, чтобы... При проводении камеральной проверки декларации по НДС налоговый орган вправе проводить осмотр территории, помещений, документов и предметов. Практически, как вы и знаете. Пришли, посмотрели и так далее. Статья 92. Когда они могут делать осмотр в рамках не только выездной, но и камеральной проверки? Если декларация заявлена сумма возмещения НДС, если есть противоречия и несоответствия, конечно, должен быть у них документ постановления должностного лица налогового органа, осуществляющего проверку. Но когда они к вам приходят, они также должны еще вам предъявить свои служебные удостоверения. Но это так же, как при выездной проверке. На территорию не пускаем, пока нам не дадут постановление и удостоверение. Помним, что лица, которые перед вами стоят, должны быть на фотографии удостоверения, а фамилия, которая удостоверения, должна быть написана в постановлении. То есть полное должно быть соответствие. Иначе всем до свидания. Вы предупреждают? Когда? Когда пришли, постучали, а не рассказали. Они только по приглашению выезжали. Как святые вышли. Вы когда просите их кормить? Конечно. У меня вообще должно быть какой-то дуб. На форму, то есть допуск. Ну, у нас же получается по законодательству все товарищи, которые относятся к органам охраны и прочее, они же могут брать с собой налоговики и ОВД. А по процедуре, если они имеют право осматривать помещение, то им дается постановление. И охрана должна пропустить с такими постановлениями людей. Такой должности. А у вас как-то может посмотреть попадаемым под камеральную проверку где-то, нет? У нас есть сайт. Ой, как же он называется-то? Сейчас вспомню, скажу. Там можно посмотреть по всем проверкам, кроме налоговых. Прокурорская, фондовая, там всякие. Кроме налоговых. Это скрытая информация. Так. Ну, у нас с вами появилось счастье. По транспортному налогу, земельному налогу. Что, блядь? Да. Здравствуйте, вы не перенеснуете? Да, у нас есть. А ты, блядь? Ну, просто номер. Ну, не важно, тогда уже не важно. Это 5, да? Это 5. Да. Значит, с 1 января у нас у физических лиц появилась новая обязанность. Сообщать в инспекцию об объектах обложения транспортным, земельным налогом и налогом на имущество. Если мы не получили с вами уведомления и не платили налоги. Не надо предоставлять эти сведения, если вы получали эти уведомления, либо вам предоставлена льгота в виде освобождения от уплаты этого налога. И что касается транспортного налога, в налоговый орган всегда должны были предоставлять сведения не позднее 1 февраля органы ГИБДД. Ну, я не знаю, сейчас они правильно называются. ГИБДД или ГАИ или еще как-то. Ну, все поняли, о ком я говорю. Должны были предоставлять эти сведения. Но, по всей вероятности, происходила какая-то заминка. И сведения в свое время не предоставлялись налоговый орган. Налоговый орган налог не начислял. В результате, когда человек расставался с транспортным средством, вполне вероятно, в этот момент поступала информация о том, что продали и пора снять с учета. Этот налоговый орган вспохватывался и выставлял за все годы налог. Ну, и, естественно, если уже 3 года прошло, то мы не обязаны уплачивать. При этом бюджет, конечно, теряет определенные деньги. Мега нашли крайнего. Раз у нас есть земля, транспорт или недвижимость, нам надо обязательно об этом сообщить. Сообщить мы должны с вами до 31 декабря года следующего, за моментом возникновения у нас объекта обложения. То есть, если вы в прошлом году купили машину, землю, недвижимость... То есть, по запрошлому. По запрошлому тоже самое получается. У меня было в прошлом идти, да? Нет. Обязанность пойти у вас возникла только сейчас. Ну, все, это хорошо. Но вам надо сообщить, если вы не получали уведомления ни за 14-й, ни за 13-й, ни за 12-й. Три года. Это 31 декабря этого года. Этого года, 31 декабря, нам надо сходить и всем все рассказать. Чем владеем. Сегодня девушка задала вопрос, говорит, а если я уже продала? Не считается. Все равно надо. Сходить о том, что было куплено и то, что было продано. Он самостоятельно относится к этим трем годам, по которым мы должны платить с вами налоги. За 12-й, 13-й, 14-й. Да. Для конца 15-й. Ну, это в рамках просто предоставления документов о собственности или заполнения декларации? Нет, не обязательно декларации. Они земельные, транспортные, считают они. Декларацию мы заполняем только 3 НДФЛ. Если раньше требовали МНН при сделках, то сейчас они не требуют и могут не сообщать. А я просто, ну, я так консервирую, что... По паспортным данным, да? По паспортным данным? Ну, не знаю. Мне не приходило. Так. На адрес прописки обычно приходят уведомления. Не-не-не-нет, не было. Не нужно, чтобы вы присообразили, чтобы я... Не, не то, чтобы... На меня сюда приходят падать, падать прописки, как бы. Прописки. Прописки. Прописки на работе, что у налогового уровня, который вы не предходили. Вот есть такая накладка, поэтому... По месту регистрации, да. По месту регистрации. По месту регистрации, ставим на учете в налоговом, ну, и так далее. Даже если вы когда-то жили в другом месте, вам присвоили ИНН в 7 регионов, даже переехав в другой регион, ИНН остается за вами все тот же. Тот же. Тот же, тот же. Да, но вы перекрепляетесь в другой налоговой, которая... У нас появилась с вами возможность пользоваться личным кабинетом. Да, хорошая возможность. Для этого вам надо что сделать? Надо сходить в налоговую инспекцию, получить... Получить пароль. Да, парольчик такой. И потом на сайте налог.ру зарегистрировать себя. То есть они дают карточку, на которой указаны ваши эти... Плаген, пароль. Вы сможете подавать, там, эти сведения в электронном формате, совершенно верно. А прием для этого тоже можно. Можно сдавать декларации, если у вас появляется обязанность такая, проводить сверку с налоговым органом, так. То же самое, если вы являетесь учредителем, там, дивиденды и прочие всякие вещи, сообщать об этом. Они смогут нам передавать по электронным каналам связи требования на уплату налога. Можно оплачивать. Да, можно, там есть подключенные сервисы, можно и банковской картой оплачивать, и распечатать квитанцию в Сбербанк. То есть есть эти возможности. Да, если с нас будут требовать какие-то документы, они могут это тоже требовать нам прислать туда, в кабинет, ну и так далее. То есть очень, в общем-то, удобная штучка. Уже функционирует. 31 статья Налогового кодекса. Так. Следующее новшество – это налоговый контроль, который может теперь проводить налоговая инспекция. Называется он налоговый мониторинг. Ну, если говорить обычным русским языком, то компания, которая попадает под это условие, может задавать вопросы налоговые, налоговая отвечает официально на эти запросы, и вас не проверяют. То есть вы по каждому чиху обращаетесь. Там какие должны быть критерии. То есть 88 статья и 89. За период, за который проводится налоговый мониторинг, инспекция не вправе проводить ни выездные, ни камеральные проверки. Но если вы подадите уточненку с уменьшением суммы налога, то камеральные, конечно, без камеральной никуда. Так, это добровольное явление. Ну, конечно, мы не все под него попадем. Налоговый орган может принять это решение на основании рассмотрения вашего заявления по проведению налогового мониторинга. Какие должны быть у нас, какие требования с их стороны к нам, чтобы мы соответствовали этому варианту. Во-первых, сумма налогов, которые уплачиваются в бюджет, не менее 300 миллионов рублей в год. Уже впечатляет. Сразу отсекли большинство компаний. Это только большие. Ну да. Точно так же, как консолидированная группа. Но консолидированная группа – это что-то вообще космическое. Здесь планка снижена. Конечно, суммарный объем полученных доходов не менее 3 миллиардов рублей в год. Но мы уже поняли, что, в общем, это для нас не очень актуально, но тем не менее. Это статья у нас 105.26. 105.26, там все это написано. 26.27. Стоимость активов на 31 декабря – не менее 3 миллиардов. То есть, если вы соответствуете этим требованиям не позднее 1 июля предыдущего года, надо будет подать заявление, которое утверждено Федеральной налоговой службой. Но практически все равно понимаем о том, что это возможно. Вдруг попадем в такую компанию. Теперь, что касается налога на добавленную стоимость. Здесь у нас несколько с вами моментов, на которые надо обратить внимание. Если организация работает на упрощенной системе налогообложения, взяла освобождение от исполнения обязанностей по уплате налога, либо еще какие-то у нас там ситуации были, но вы выступили в роли налогового агента, декларацию надо будет все равно подавать в электронном формате. Все знают, что нам налоговый орган нас обязал декларацию обязательно представлять только в электронном форме. И вроде бы налоговый агент заполняет только один листочек, если он не является плательщиком НДС. Раздел второй. Но тоже в электронном формате. Тоже в электронном формате. Лица, которые выполняют функции застройщика, или договора о транспортной экспедиции, или вознаграждение по договору. То есть это вот все будет то же самое. Если же налоговый агент не является плательщиком НДС или же освобожден, не осуществляет посреднической деятельности, то в этом случае предоставлять декларацию не нужно. Не нужно, да. То есть это именно по посреднической деятельности. Для нас с вами, в общем-то, тоже появилось как бы немножко вдохновение. Не знаю, насколько оно актуально. Мы не обязаны теперь вести журнал учета счетов фактур, полученных и выставленных. Если помните, у нас была такая обязанность, причем мы должны были этот журнал ежеквартально распечатывать, прошибать, нумеровать листы и писать, что сзади скреплено, подписано и так далее. Шнуровый. Да, да. Теперь у нас этой обязанности нет. Это связано с тем, что они могут перекрестно проверять в электронном виде, да? Нет. Убрали от нас эту обязанность для того, чтобы уменьшить документы оборот. Потому что та же самая информация идет в книге покупок или в книге продаж. Ну, да. Да. Просто обидел. Но книги покупок, книги продаж, мы все равно должны вести. Угу. Вот. А журналы будут вести посредники. Почему? Вот смотрите, договор комиссии. Сейчас я посмотрю, у меня есть это? Да. Посредники, экспедиторы и застройщики продолжают вести журнал учета счетов фактур. Вот смотрите, заключен договор. Есть комитент, собственник товаров, есть комиссионер, посредник и есть покупатель. В данном случае комиссионер, комитент передает комиссионеру товары. Комиссионер их ставит у себя на забалансовый учет. Ищет покупателя. Когда он нашел покупателя, покупателю выписывается счет фактура. Счет фактура выписывается от имени комиссионера. В этом случае комиссионер эту счет фактуру записывает у себя в журнал. Но в книгу продаж этот счет фактура не попадает. Потому что это не его продажа. Он должен составить отчет комиссионера о продажах и передать его комитенту. В книге продаж делает запись комитент. Он выписывает счет фактуру, которую регистрирует у себя в книге продаж, но которую покупателю не передает. Смотрите, что получится. У комитента будет счет фактура с одним номером, а у покупателя будет счет фактура с другим номером. И кроме того, у покупателя будет счет фактура от комиссионера, а не от продавца. Понятно. В этой ситуации будут проверяться перекрестно все. Потому что у нас в новой декларации есть несколько разделов дополнительных. Если у нас с вами книга продаж, то наши счета фактуры в этот раздел попадают. У покупателя они попадают в раздел 9-8, который по книге покупок. А комиссионеры-посредники должны будут сделать запись в декларацию именно из журнала. И тогда, когда будет проверка, должно быть все совпасть. То же самое относится к тем, кто освобождены от уплаты налога, тех, кто не является налогоплательщиками. Смотрите, что получается. Посредник на упрощенке. Но он выписывает счет фактуру с НДС, потому что комитент – плательщик. Понятно. Комитент у себя выписывает счет фактуры с НДС. Должен ли посредник сдать декларацию? Должен. Потому что у покупателя счет фактуры от него, а у комитента счет фактуры непонятно кому. И для того, чтобы была взаимоувязка, комиссионер тоже должен будет подавать декларацию по посредническим декларам. Ну а если посредник выписывает счет фактуры на свое вознаграждение, то в журнал он не записывает. А куда записывает? А в книгу продаж записывает. То есть по своим услугам он ведет книгу продаж, а посредническая деятельность отражается в журнале. Понятно, да? Кухня. Значит, заполняя новую декларацию, сведения для включения в налоговую декларацию мы берем из книги покупок и книги продаж налогоплательщика, из журнала учета полученных и выставленных счетов фактур у налоговых агентов, посредников, на основании посреднических договоров. Ну и на основании выставленных счетов фактур это про тех, кто указан в пункте 5 статьи 173. Пункт 5 статьи 173 относится к тем, кто добровольно, не являясь плательщиком НДС, выписал счет фактуру. Про нее никто не забывал, ее никто не отменял. То есть помните, я рассказывала, если вы на упрощенной системе и вдруг по доброте душевной выписали счет фактуру, выделили там сумму НДС. Ну, недостаточно того, что вы выделили, вам надо будет НДС заплатить в бюджет, подать налоговую декларацию. Даже несмотря на то, что вы не плательщик. Ну, у меня вопрос, в каком состоянии ты знаешь, что ты на упрощенной системе выписываешь с выделяющим НДС. Либо запутываешься, когда нет декларовая фирма. Некоторые покупатели приходят. А я же рассказала, пришла к директору и говорит, давай выпишем такую счет фактуру. Я говорю, хорошо, кто будет платить? Ну, с этим вопросом он ушел, наверное, не договорились, кто из них будет платить. У вас директор добрый вообще, я смотрю, по примеру, на машину. Добрый, хороший человек, да те кардиналы. Будем только с ним работать. А и уж устроишься. Нет, в смысле как? Да, мы поняли. У него выгодно покупать машину. Если бы мы тогда выписали этот счет фактуру, естественно бы заплатить надо было и подать декларацию. Установлен круг лиц, которые обязаны представлять в инспекцию журнал учета счетов фактур. В электронном виде журнал учета полученных и выставленных счетов фактур распространяется эта обязанность на лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, например, тех, кто на упрощенке, или для тех, кто освобожден от исполнения обязанностей, связанных с исчислением уплаты НДС. Когда они должны представлять? Тогда, когда являются налоговыми агентами или же работают, выставляют счета фактуры при посреднических договорах. Договора комиссии, агентские договора, договора транспортной экспедиции, функции застройщиков. Если организации вознаграждения учитывают в доходах, организации выполняют функции экспедитора, то есть они в этом случае тоже это сделать обязаны. И тогда журнал учета полученных и выставленных счетов фактур представляется не позднее 20-го числа следующего за истекшим налоговым периодом. То есть одной декларацией у нас все это у посредников не ограничивается. У них есть обязанность еще журнала выставленных и полученных счетов фактур «Отражать», представлять налоговую инспекцию на проверку. В прошлом году, если мы, не установив электронный документоборот, отправлялись на почту и по почте отправляли бумажную версию декларации, был штраф 200 рублей за неправильный формат. Сейчас у нас в статье 174 написано, что если декларация по НДС отправлена на бумажном носителе, она не считается сданной. Скажите, пожалуйста, но это не касается 2014 года, то есть годовой отчетности не касается пока. А что это начинается в руку? А то я уже подсмотрела сюда. Ну, смотрите, уточненный, который подаем после 1 января. Нет, 4. Получается, мы же уже сдаем в январе? Да. Ничего они еще тогда не заблокировали. Надо пойти поговорить. А лучше не разговаривать. Посмотреть, что будет. Нет, я серьезно, я поняла. А зачем? Ну, вот они у вас заблокировали. Вы будете дольше... А у меня ничего нет. У меня нет. Подаются они за какой период? Да, подаются. Дата подачи. Да, на дата подачи у нас здесь смотрится. Да. Таким образом... Уточненку будем за 13-й год подавать. Тоже в электронном формате. Тоже в электронном формате. Значит, получается, она будет являться не сданной. А за не сданную это уже 119-й статья. 20% от суммы. Штраф. Налога за каждый полный или неполный месяц. В электронном формате? В электронном формате еще штрафный. Да. Еще и счет потом заблокировать надо. Конечно. Да. То есть, если вы надеялись, что вы отправили, то вы не отправили. Так. Если у нас ставка по НДС 0. Были внесены уточнения. Мы про это говорили на курсе неоднократно. В какой день нам надо восстанавливать НДС. Ну вот, смотрите. Мы отправляем товары на экспорт. Изначально товары мы покупали для реализации на территории РФ. Мы брали НДС к вычету. Потому что не думали, что они уедут на экспорт. Да. И когда они отправлялись у нас на экспорт, мы должны были восстановить сумму налога. Необходимо раньше было восстановить в периоде, в котором осуществлена отгрузка товаров, работа, услуг. Но у нас этот подпункт утратил силу. И что у нас происходит? Если у нас основные средства, нематериальные активы, раньше было бы принято к вычету НДС, то налог восстанавливать не надо. Но если это будет касаться товаров, работ, услуг, то тогда вам надо будет на момент определения налоговой базы. Когда? Посмотрите. Мы отгрузили вчера, 14 февраля. У нас 180 дней с вами для сбора документов. Когда надо восстановить? Мы сегодня вчера отгрузили. Раньше было написано как? Что в том периоде, в котором осуществлена отгрузка. 14 февраля, первый квартал. Но у нас есть полгода. Поэтому восстановить мы можем теперь последнее число квартала, в котором собран полный пакет документов. То есть восстанавливать будем тогда, когда подаем декларацию. То есть в периоде не можно уже копаться назад? Да. То есть в этом смысле немножечко облегчили. Да. Да. Получилось посещение полугода, правильно? Последний квартал. 14 февраля отправил, то есть порядка второго. 180 дней. 180 дней. То есть видите, можно убить обратно полугода. Да, сразу взять. И сразу взять вычетную, да, и все эти процедуры взять. у нас же там в 164 статье есть еще например логистика, перевозки международные и так далее. То есть смотрите, если у вас были вагоны на балансе, вы осуществляли перевозки по территории РФ или машины, транспортная компания, а потом стали ездить на международной маршруте. То есть у вас основное средство стало использоваться для деятельности облагаемой поставки ноль. Раньше надо было восстанавливать НДС и по таким основным средствам. А тут всегда возникал вопрос, а в какой пропорции и сколько и в какой момент и так далее. Вот все из тем, что этот подпункт у нас отменен теперь, восстанавливать по таким основным средствам и нематериальным акциям нам НДС не нужно будет. Это 170-е пункт 3 и пункт 5 был отменен. У нас 170-е самое такое заковыристое. Теперь, что касается нормируемых расходов по налогу. сумма НДС по расходам, которые вы учитываете для целей налогообложения прибыли по нормативам, раньше мы брали к вычету в размере соответствующим таким нормативам. теперь НДС в пределах нормативов применяется только к расходам, которые перечислены в пункте 171-й статьи. Это расходы на командировки и представительские расходы. Но мы знаем, что командировки у нас ограничены только по списку. если он нам приехал и привез документы из сауны, я все время ее беру, ну не знаю, солярик давайте, что-нибудь, из ресторана он принес нам, в чеке выделена сумма НДС. Мы не можем взять расходы по налогу на прибыль, соответственно НДС к вычету взять тоже не можем. Что касается представительских расходов, у нас есть та фактура, аренда конференц-зала, обед в ресторане, все по списку. Проезд туда-обратно мы заказывали транспорт в транспортной компании. Это все по списку. Но в расходы мы можем взять не больше чем 4% от фонда оплаты труда. Например, мы потратили с вами 500 тысяч, а по нормативу проходит всего 100. С 500 тысяч у нас с вами НДС, ну допустим 90 тысяч, а мы сможем взять к вычету всего 4% от 90. Да. Не от 90, а от фонда оплаты труда. То есть если у нас 100 берется в расходы, то НДС тоже в 18, к примеру. 500 плюс 90 были общие расходы. Можно взять только 100, значит 18 будет всего НДС к вычету. Это что касается нормируемых расходов. Получается, что рекламные расходы у нас тоже нормируются. 1% от выручки. Но по ним такого не написано. Значит по рекламным расходам будем брать полном объеме к вычету. Да. Представительских. Да. Ну а по командировке только по списку. Да, все остальные нельзя взять к вычету НДС. Это у нас абзац 1 пункта 7 ст. 171. С чем мы сталкиваемся с вами очень часто? Получили в этом квартале очень много входного НДС, а реализации было мало. И не хотим подавать декларацию с возмещением. Ну в общем-то они и не очень любят такие декларации. Понятное дело, что если у нас это в системе и каждый квартал он все время идет к возмещению. Например, мы работаем только на экспорт, а входной НДС всегда есть. То есть у нас всегда будет идти к возмещению. Нам тут перекладывать на другие периоды смысла не имеет. Никакого все равно когда-нибудь придется заявлять. Так вот, если у нас с вами получилось, что в этом квартале мы делали сплошные покупки, а реализации практически не было. И мы думаем, как бы нам так отложить на потом? Так вот, что нам они сейчас написали. В 172-й статье пункт 1.1 написано, что налогоплательщик может заявить НДС к вычету с того периода, в котором товар, работа, услуги были приняты на учет. Даже если счет фактура получена от продавца уже после окончания этого квартала, но до окончания срока представления декларации за указанный налоговый период. А вот что касается трех лет, то же самое. То есть мы можем заявить вычет НДС в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на учет товаров, работ, услуг. Вполне официально. Не хотим и не берем. Оставляем на девятнадцатом счете. Эта сумма там висит. То есть нам не надо подтверждать конвертами и прочими всякими вещами. То, что было у нас головной болью всегда. На каком основании мы взяли в другом квартале. Раньше было написано только в пункте 2 статьи 173, а теперь еще и прописали в 171. с перекрестным как раз мы будем смотреть, как это будет дружить. Потому что даже получается, что у них все прошло. У меня фактически товары приняты к учету. А НДС я не буду сейчас просить. У нас в книге покупок, да, я услышала вас, там есть, например, дата счет фактуры и дата поступления. дату поступления мы ставим принятие к вычету, когда нам надо, а дата самой счет фактуры будет та, которая там. Если это в электронном формате, значит, это у них будет сохраняться. Правильно? Ну, должны, по крайней мере. А как они будут эти документации подавить? Они в электрон увидим, зачем это? Ресурсы только для электронной информации. Ой, мы тут посчитали. На каждую счет фактуру в книге продаж нам надо три листа. На каждую полученную два листа. Вот и считаете. Это сложно заполнить. У кого-то там не две-три операции месяца. Конечно. Но опять же, смотрите, мы говорим с вами об электронной сдаче отчетности, поэтому руками вам там записать будет невозможно. это должна быть выгрузка. Не очень сильно всех радует, у кого, например, программы куплены, но нет обновления. Есть же такие организации, директора, которые не хотят обновлять, потому что договоры информационно-технического сопровождения гораздо дороже, чем покупка новой программы. У меня даже слушатели были, они что говорят, а мы купили в прошлом году, а в этом году купили новую, перешевые. В общем, где-то так. 25 в год. В год, да? Ну-то получается 2000 в месяц. А так дешевые. А то и дешевые. Можно каждые полгода покупать 4 месяца. с декларацией. Ну, получается, что сейчас будет нельзя. Как сдавать нам декларацию, если там нету тех механизмов, которые... Ну, это да. То есть сейчас я говорю... Конечно. Конечно. Да. Вообще у 1С есть замечательный механизм, можно сдавать отчетность права сразу из 1С. Да. Даже без 1С отчета. А ну да. Вот. Есть. Там только надо подключить и все. Если же вы пользуетесь другими операторами, кого бы порекламировать-то, никого не люблю уже, СБИСы, Контуры, Токскомы и прочие товарищи, вот, то у вас тогда будет выгружаться электронный файлик из 1С, а там надо будет его загружать. Потом отправлять. Ну, как обычно. Уже сейчас то же самое. Ну да. 2, 2, 2. Ничего не нужно. Ничего не нужно. Просто на момент здесь в 1С бывают косяки такие очень серьезные. А попробуйте проверить, да, если у вас неправильно фактурует. Даже если у вас 200-300 счетов фактуры, представляете, сколько это надо будет, тогда документов проверить. Чтобы читалось, проверялось. Я вообще с ужасом, конечно, жду. 20 апреля 25-е. Главное начать, потом решать. Ну да, будем решать проблемы по мере поступления. Ничего нового обычно. Вы про проблемы? Да. Да. То есть, я про это все, да, сказала? Угу. Можно. На 5 дней у нас увеличились сроки подачи декларации по НДС и для уплаты налогов бюджет. Если раньше у нас было 20-е число, то теперь 25-е. Угу. Срок оплаты тоже самый увеличен в месяц с декларацией. Получается, если там 25-е ты должен до 25-го тать, до 25-го ты должен платить. Да. Платим все так же три раза. То есть, тремя частями. Но не до 20-го, а до 25-го. Но все равно точно, до 25-го абсолютно у меня опять же директор возмущается, говорит, вам хоть 20-е, хоть 25-е. Все равно сидите ночью последнюю ночь. Это кстати у экономистов у меня муж тоже все последнее мое что-то такое за. Да потому что документы не поступают своевременно. Более того, я столкнулся вообще с гениальной я вещью. Я отправила значит у нас такой вымпал что-то такое какая-то структура военная в качестве заказчика. Мне вывернули руки и сказали надо закрыть. Отправили комплект документов я закрываю в третьем квартале. У меня требования приходят о том, что нужны документы по седьмому разделу предоставить налоговую инспекцию. Я предоставляю договор, предоставляю как бак свой с моей стороны общественное и сырье справа. А дальше меня начинают оснащать право и контрагент. Сверху они начинают судорожно звонить и говорят как? У нас нет вообще этих денег? не плачу как? Спрашивается. Сказ завидно регулярность неповторяемая. А заказчик всегда прав. Так что пять дней иногда решают многие вещи, но это поблажка не только для бухгалтеров, но и для руководителей. Так скажем. Итак, что касается новой декларации. Сейчас я ее вам открою. покажу, как ее правильно заполнить. Новая форма утверждена приказом 29 октября 2014 года ММВ 7-3 дробь 558. Есть она уже на платных сервисах типа консультантов, главбухов, гарантов и прочих. Аналуи нету еще. Скачать ее проблематично. Да, если она идет в каком-то таком виде, а на этих сервисах она уже в экселевском формате, поэтому ее уже можно почитать, посмотреть. Новый бланк у нас имеет больше разделов, их там 11, вместо 7, которые были раньше. Да, Это именно в целях упрощения учебного. До этого было 9. За 4 квартал подаем старого. Заметь, а сегодня налог на прибыль мы заполняли. Ну, ту, которая действует еще в 2014 году мы заполняли. Да, потому что я только вчера ее смогла скачать в этом, но закачать еще не смогла. Так, 12 разделов, простите, 12. То есть здесь у нас в декларацию включаются данные из книги покупок, книги продаж, из журнала и сведения о каждой счет-фактуре. Основная часть декларации содержит все те же 7 разделов. Основной раздел третий это реализация на территории РФ. Все то же самое, как мы заполняли с вами на занятии. Четвертый раздел экспорт, пятый экспорт, шестой экспорт, седьмой операции освобожденные, необлагаемые и так далее. Ну, а начиная с восьмого раздела уже дальше пойдут отдельные информации из книги продаж, из книги покупок. То есть каждому разделу надо будет создать свой файл. Все файлы собираются в один архив. То есть книга покупок один файл, книга продаж другой файл, штраф фактуры третий файл. Собираете в один архив и отправляете в налоговый орган. Соответственно, если я не налоговый агент, то я не собирающий журналы. Вы журнал, наоборот. Наоборот, не собираю, если я не налоговый агент. журналы не собираете. Вот эти счета фактуры как раз? Счета фактуры есть в восьмом разделе, девятом разделе. Да, это сведения из книги продаж, из книги покупок. Вы каждую счет фактуру прописываете. А журнал полученных и выставленных налоговый агенты. Теперь, первый квартал налоговая очень сильно рекомендует отправить отчетность заранее. Срок у нас 25 апреля. 25 апреля приходится, по-моему, на субботу. Поэтому сдать нам надо будет 27 апреля. Серверы не лягут? Лягут там сразу. Абсолютно все компании сдавать отчет должны по телекоммуникационным каналам связи. Значит, декларация, помним, будет считаться не сданной. Платить будем 27 апреля, 25 мая и 25 июня. Действуют у нас также дополнительные коды. Помните, коды были операцией в инструкции написаны? Появились новые коды и они уже будут попадать в декларацию за первый квартал. Если вы поставите не те коды старые, примените. Это у нас есть письмо ФНС, если хотите запишите, 22 января 2015 года, номер ГД Григорий Дмитрий 4-3 дробь 7-9-4. 4-3- дробь 7-9-4. Если поставите не те коды, к вам обязательно обратятся за дополнительными сведениями. Такие должны быть замените серверы на входящий трафик налоговой инспекции, чтобы все вот, ну, это резко будет сдавать. Знаете, я такой же пессимист, как вот в этом вопросе. Да. Я три раза веду пенсионную, чтобы... Сейчас все ляжут, они будут все поднимать. Во втором квартале не работают. Первый квартал у нас будет, да, веселый. Надеюсь, что они сильно нас напрягать с этим вопросом не будут, технические вопросы будут решать по себе. Да, с пенсионным фондом у нас всегда были проблемы, но они, по крайней мере, не штрафовали за эти вещи, то есть они смотрели на это сквозь пальцы, но требовали от нас исправления, исправления, пояснения, исправления и так далее. И вот до 14-го года, до начала 14-го года у меня была одна фирма маленькая, в которой отчетность не была сдана с 2009-го. То есть отправлялась, но штампика о том, что сдана, не было. То есть налоговый... О, этот... Пенсионный фонд все время отправлял, говорил, ошибки, исправьте. И там были отчеты некоторые, которые сдавались раз по пять, по шесть, и каждый раз чего-то пенсионному фонду не нравилось. И только в конце 13-го года я закрыла эту тему. То есть 9-й, 10-й, 11-й, 12-й. Там прицел и сон сам по себе было тогда. Они принимали, они не... Да, да. Ваша проблема, что у вас что-то не висло, там, на лице вы считали... Да. То есть они отмахивались, но потом им надо было навести порядок к 2014-му году, потому что с 2014-го года у нас пошли уже штрафные санкции. Если мы не успевали получить протокол о сданной отчетности, то тогда нам были штрафы. А до этого периода были более-менее лояльны. Мы ругались и очень сильно по поводу того, что отчетность не проходит и непонятно по какой причине. Вот я думаю, что сейчас с налоговой будет что-нибудь примерно то же самое. И очень надеюсь, что они будут вести себя тоже... Да, цивилизованно. Ну, по крайней мере, штрафовать за то, что вот там что-то не стыкуется, не получается. Но будут нас заваливать наверняка всякими требованиями с пояснениями. Это да. Что нам надо проверить с вами прежде всего? Если вы в основную часть декларации данные сможете ввести вручную, ну, например, вы там сдаете через 1С налогоплательщик, вдруг, через какую-то программу, то с приложениями так не получится, потому что очень большое количество данных. Сведения из книг, журналов нужно будет выгружать из учетной системы. А учетная система у нас должна иметь последнее обновление. То есть, если у вас в нужном формате все выгружаться не будет, надо будет решать вопрос с технической службой и преобразовывать эти данные. И, конечно же, книги покупок и книги продаж нам надо будет вести четко в соответствии с постановлением правительства. Мы что делаем иногда с вами? Никто не замечал. Счет фактура имеет длиннющий номер. А мы заносим прямо последнюю цифру. Или там какая-нибудь стирель или с подчеркиванием или с буквами или еще с чем-то. Я бы сейчас поостереглась сокращать или изменять. пространство. Я бы стала... Вот так вы смотрите, получается, мы были очень частые ситуации, что сегодня 31 декабря, а работы закрыть надо в 20 декабря. У меня уже за полтора месяца одно что случилось. Я делаю через друй. Нельзя. Нельзя. Делать последующие номера на новую дату, то она тогда как-то, да, будет? У вас будет нарушена хронология, да, выписана счета фактура. Чем грозит. Чем грозит. У нас есть, конечно же, постановление 11.37 об НДС, в котором написано, что мы должны ввести хронологическую последовательность. Есть 120-я статья в налоговом кодексе, в которой написано грубое нарушение правил ведения учета, неправильное отражение в регистрах. Но на налоговую базу это не влияет. Поэтому где-то 10 тысяч. Ну, это оптимистка в этом плане. Это за нарушение хронологии. Ну, как бы подготовиться к этому. Не знаю, конечно, если это случается многократно, то это 30 уже. Это регулярно. Да. И ничего нельзя сделать с этим бороться невозможно. Ну, в моем случае. Да. Но через дробь можно ввести только если у вас обосудованное подрастеление. Сделанное обосудованное подрастеление и ведите. И ведите. Да. Значит, что касается объема декларации по НДС, лучше, конечно, этот объем оценить заранее. Потому что одна строка в книге продаж весит где-то 250-300 байт. И ваши технические возможности тоже имеются в виду. Приблизительно, если зная число строк в книге, вы можете вычислить вес декларации. Пропускная способность вашего интернет-канала. И если вы начнете 25-го числа ее отправлять, эту декларацию, то вы знаете, сколько дней у вас это будет уходить. Да? Ну, чисто математический расчет. Это от вас уйти. А там все время, как оптимисты, а там еще все дружно кидают это все. Там еще должно пройти. Не знаю. Нельзя надеяться только на телекоммуникационные эти самые. Бумага, она, конечно, все стерпит. Не помните, какой-то год был, когда электричество в Москве отключили, вот этот весь юг, юго-восток. У меня ребенок заканчивал 9-й класс, выпускной был. И метро стояло, и все-все-все. Ну вот, а если вот так, когда подстанция сгорела, да, это, чтобы в мае, в июне было. Было, вспоминаю. Ну, видите, нам даже не оставили такого пути. В бумажном варианте не сдаем. Но это все касаемо НДС. То есть, если упрощенка вдруг, то не пальцы. Не пальцы. Не, мы только про НДС. У нас не по одному налогу только таких вот запретов нет. Я сейчас сижу, соображаю, что уже лихорадочно, как я сдала и сдала бумажный носитель. А я вспомню. У меня НДС нулевой. И у меня как бы нет движения, кроме, по счету, кроме как на всякие соц.взносы. И мне в налогов, ну, правда, в властной форме разрешили сдавать упрощенную декларацию, несмотря на то, что ООО на основном режиме. И я, у меня вот приняли бумажную версию упрощенной декларации. Что такое упрощенная декларация? Ну, это вот это. По НДС, и по прибыли, которое? Да, сразу. Когда у вас нет движения по счету? Ну. Это же не декларация по НДС? Нет, конечно. Это другая. Это просто другая. Нет, я просто сижу соображаю, как у меня приняли. Теперь, что подать уточненку. пока декларация представляла собой небольшой по размеру файл, мы исправляли все данные полностью. Что теперь? Если у нас будет несколько файлов, вес декларации может быть несколько гигабайт, поэтому повторно будем полностью отправлять только основную часть декларации, то есть то, что было с первой по седьмой раздел. А что касается приложений, то будем прикладывать только тот файл, к которому относятся изменения. Формат. Если контроль не будет пройден по соблюдению формата, компания наша получит уведомление об отказе. И тогда надо будет заново отправлять декларацию, включая все файлы приложений. То есть это пойдет не как уточненка, не как корректирующая какая-то и так далее. Если же декларация успешно проходит форматный контроль, то вам направляется квитанция о приеме. А дальше все проверки уже пойдут в рамках камеральной проверки. Ну то есть я позавидовала уже всем работникам камеральной службы, камеральных отделов. Им придется многое узнать еще в техническом вопросе во втором квартале этого года. Так. Сверка. Ну мы уже сегодня говорили. В ходе камеральной проверки проводится сверка данных о счетах фактурах, которые у вас в приложении к декларации с данными контрагентов. Сверка начинается с книги покупок. Почему? Потому что на их основании производится возмещение НДС. То есть в каждом счет фактуре, которая учтена у покупателя, должна быть пара у продавца. Значит, у них есть уже разработанный алгоритм сверки. Они заявляют, что информация совпадает практически на 100%. То есть они там прям уверены. Если же по каким-то штамм фактурам пара не будет находиться, нам покупателям будет направляться требование о представлении пояснения в электронном виде. Шесть дней рабочих с момента отправки нам требования. Знаете, пока я здесь ораторствую, у меня там девчонки мои работают, они не заглядывают. И если они не заглядывают в ящик почтовый, не смотрят электронный, если я этого не сделаю, шесть дней пройдет, пропустили штрафы, соответственно. Значит, нас заставляют мотивировать, мотивируют чаще заглядывать в почтовый ящик. Конки вытомления на звонок и телефон. А потом от момента подтверждения у меня начинается условное сотребование новой действии рабочих есть, течение которых я должна подтвердить. То есть фактически я, получив это в первый день, могу себе выиграть еще шесть лишних дней рабочих для того, чтобы собрать пакет документов. Конечно. То есть здесь тоже такая хитреста. Но с другой стороны у нас же тоже так было. Они отправляют письмо и всегда считал, что на шестой день мы его получили. Получили мы или не получили, на шестой день мы его получили, считал налоговый орган. По всем статьям налогового кодекса у нас везде так было написано. Поэтому ничего тут не написано. Только теперь мы обязаны подтвердить. Не, но здесь я увижу это в первый день. У меня еще есть шесть рабочих дней. А подтвержу я это шестой рабочий день? Да, конечно, мы не будем торопить. Дед, ты же мы должны петь. То есть они требования будут отправляться по пояснениям в электронном виде. Даже смотрите, не шесть рабочих дней. В течение шести дней мы должны отправить квитанцию о приеме. А у нас есть еще пять дней, чтобы предоставить уточненку. Правильно я? Пять дней. Еще пять дней. Те шесть это чтобы отправить квитанцию и плюс еще пять. конечно. У нас 11 дней. Я вот о чем говорю, что если у меня пришло требование пришло в момент 10 рабочих дней, а тут 16. Не 16. Тут нету десяти, тут один пять. 11 рабочих и еще выходные. то есть нам надо будет отреагировать на требования, предоставить либо уточненную декларацию, если мы тоже сомневаемся в этой счет-фактуре, либо дать пояснение. То есть у нас пять дней. Ну это в этом случае. Теперь по поводу пяти дней, с какого дня считать, с момента поступления требований или с момента отправки? Пока они ничего не написали. То есть может быть они конечно нам отрежут эти шесть дней. Так, опять же, пока форматы форма ответа еще не отвертены, предполагается, что будет два раздела. В одном информация о счетах-фактурах, которые мы считаем верными, в другом исправленные данные. Если же эти исправленные данные отражаются на показателях декларации, то тогда нам надо будет подавать уточненку. Если же мы будем наставить на своем, что верно все верно, то уточненку подавать не будем. Пусть они ищут лучше в своих 100% совпадений. Так. Чтобы свести к минимуму риски расхождения, важно правильно заполнять книги. формат декларации конечно у нас мягкий, не являются обязательными такие реквизиты как ИНН и КПП контрагента. То есть если файл, в котором мы не укажем ИНН или КПП, пройдет форматный контроль. Смотрите, что в 1С? Когда заводим данные о контрагенте, обязательно ИНН и КПП начинает ругаться красными. Она проглатывает, вообще в принципе программа-то работает. И даже если он у вас красный или там не указанный ИНН, КПП, если вы не делаете движение по банку, не делаете платежные поручения, то вообще это все проходит. Это пока в учебном принципе. Да, это все проходит. Покупаете тоже, в общем-то, в книгу покупок она это запишет. И даже декларацию сдадите, она отправит. Но если у вас в справочник контрагентов не внесены ИНН КПП, то будет очень трудно зачесть. Ручной ввод данных о счетах-фактурах. Хорошо бы тут, конечно, сверяться с контрагентами. Отразили они у себя, не отразили. В какой момент они отразили? Если контрагент не было. Скоро не отразили. Ну да. Так. Ну что, на декларацию посмотрим? Где она у меня тут? А где странички-то у меня? Где они тут листаются? Это как? Ну вот, наверное, БЦД, вот это. Вот, ага. Титульный лист практически такой же. Куда, чего, кто. Раздел первый. Ну, первые семь разделов практически те же. Раздел второй налоговый агент. Раздел третий. Вот здесь немножечко изменилось. Видно? Вам не видно? Как тут он сделает покрупнее? Ой, чего я сделала? Он мне не нужен. Раздел третий. Как это делать? Вот так? Вот так? Вот так. Видно? Вот смотрите, появился, например, пункт «Корректировка реализации товаров, работ, услуг». Да? Изменение цены на основании 105-й статьи, когда вам все пересчитали. Корректировка реализации предприятия как имущественного комплекса и так далее. То есть строк у нас стало не 120, как было, 110, да? То есть какие-то строчки ушли, какие-то добавились. Ну, вычет практически такой же остался. Так. Мне не очень удобно. Так. Приложение первое. Это сумма налога, подлежащая восстановлению бюджета за истекший календарный год по объектам недвижимости. Помните, мы если объект недвижимости передаем в необлагаемой операции, ничего здесь не изменилось. Все то же самое. Приложение второе, иностранная организация, все то же самое. Четвертое. Четвертый раздел мы видели с вами в виде не таком вовсе. Четвертый раздел, у нас были просто строчки, в которых написали код операции, сумма реализации, сумма НДС к вычету по экспорту. Теперь видите, это как? Код операции, налоговая база, налоговые вычеты, то есть из строчек это сделали в столбе. По каждому надо подопирать? Да. Вот листов стоп, сколько код операции? Да. Код операции пошли все писать. Опять, видите, 0,10, то есть 0,10, 20, 30, 50, 0,10, 20, 30, 50, 0,10, ну и так далее. То есть их сделали вот таким образом. Ой, это что, это я что ли? Так, пятый, сумма налоговых вычетов по операциям при реализации обоснованность применения, по которому раньше подтверждена или не подтверждена, раздел тот же самый, только из таблицы с ячейками опять все в столбике. Шестой тоже так же теперь выглядит. Седьмой он остался таким же, как он был, то есть вот как они выглядели до этого, так они. Ну а теперь вот, пожалуйста, счастье. Восьмой раздел. Сведения из книги покупок об операции в отражаемых застегших налоговый период. Номер счет фактуры продавца. Дата счет фактуры. Дата исправления. Корректировочный. Корректировочный. Дата документа подтверждающего оплату. Если по оплате там надо было. Это еще не все. Продолжение раздела восемь. ИННКПП продавца, ИННКПП посредника. Таможенная декларация, если была на таможне уплачена сумма. Мы же берем к вычету на основании таможенной декларации. Вы ее пишете. Стоимость покупок по счету фактуры. Корректировочному разнице и так далее. Это вот на каждый счет фактуру? На каждую счет фактуру. Два листочка. Сострелиться. А если удачную декларацию? Ну только что изменяться только какие-то определенные. Значит первые семь разделов такие же какие были. А прикладывается только тот файл, в котором произошли изменения. очень многие крупные компании стали искать конкретно бухгалтер по МДС. Видишь American Tobacco. Я знаю у них не было раньше бухгалтера по МДС. И видите уже третий лист пошел. Приложение один. Но приложение один если у вас будут дополнительные листы книги покупок. Раз. Продолжение приложения. а потом раздел девятый. То есть получается по каждой счет фактуре как минимум будет два листа из книги покупок. Если это будет дополнительный лист к предыдущим периодам каким-то корректировка то соответственно еще пойдет приложение к разделу восьмому. Раздел девятый книга продаж. вы знаете у нас есть слушательница у меня она из славной страны Украины. Она говорит а у нас это уже давно. Так что не надейтесь сильно на другой исход потому что наши стремятся во всем идти по западному пути. И если это есть уже даже в наших союзных республиках бывших то я думаю что у нас чем хуже скажут наши законодательства и мы тоже смогем. Ну вот. Татус счет фактуры подавца исправления корректировочные ну и так далее. То есть все эти ячеечки. Раздел девятый это первая страница. Продолжение раздела девятого раз продолжение раздела два книга покупок книга продаж на каждую счет фактуру три листа из книги продаж стоимость продаж по ставкам соответствующим есть и освобождаем операция есть еще приложение один сведения из дополнительных листов я я вчера пока листала это продолжение приложения один продолжение приложения один продолжение приложения один раздел десять на основе договоров комиссии агент договоров или на основе договоров транспортной экспедиции то есть если у вас нет таких договоров вам десятый отдел заполнять будет не нужно три листа на каждую счет фактуру продаж на входящие два листа на каждую тысячи листов на исходящие пятьсот например ваших счетов фактуры будет полторы тысячи листов на форуме налогового органа там тоже стали все возмущаться если это все распечатать они кота зачем вам это все печатать распечатайте вы также с первого по седьмой разделы а книги продаж и книги покупок у вас же есть ну зачем их отсюда так продолжать так одиннадцатый раздел сведения из журнала учета полученных счетов фактур в отношении операции в интересах то есть там была выдана здесь о полученных ну и раздел двенадцатый сведения счетов фактур выставленных лицами указанных в пункте 5 статьи 173 ну то есть те ударные товарищи которые работая на упрощенке выписали счета фактуры проще что-то оставьте на упрощенке и выписали скажите пожалуйста у меня очень много работ которые идут для тела без импульс в смысле справка мы совсем но я вот для контроля себя я продолжаю выписывать счета фактуры они в принципе у меня а по какую статью они у вас по какой статье и готируется 149 не должны выписывать счета фактуры я понимаю иначе я не соберу вообще никакие но они у вас не будут попадать в книгу продаж они у вас если не попадают в книгу продаж и не в книгу покупок такие счета фактуры естественно вы их здесь заявлять же не будете у меня очень много таких что ЭДС в составе на мне условно чупочка прервалась и я не пишу то что контрагент дальше уже расходится и я не пишу ну кому нужно да вот если очень большие там то есть по льготируемым операциям у нас с прошлого года нет обязанности выставлять счета фактуры тем не менее я делаю это для себя я поняла самое главное снимайте там то галочку что вы ее в книгу продаж заносите не заносите и чтобы она сюда у вас не попадала в общем вы впечатлили с декларацией если вот смотрите обратную ситуацию НДС в составе я говорю тогда они ведь у меня тоже не попадают в книгу продаж вот они у меня книгу продаж покупок лишь не попадают соответственно по типу контрагенты они у себя заявят они у себя заявят а вы к вычету не берете ну и все да да это было про НДС теперь про НДФЛ ну вы уже слышали что дивиденды у нас теперь облагаются по ставке 13 процентов вступили в силу эти изменения с 1 января 15 года но это не дает вам права помните мы всегда говорили о чем если муж ваш является учредителем в какой-то фирме получает дивиденды и вы на это живете мы говорили об имущественных вычетах у него доход облагается по ставке 9 мы говорили поэтому ни о каких вычетах речи нет и сейчас вроде некоторые даже обрадовались говорят ну вот теперь 13 теперь ничего подобного база по доходам от долевого участия не уменьшается на налоговые вычеты это для себя запомните а можно сразу вопрос а если ну не про дивиденды может быть дальше будет если доход ну например от сдачи квартиры в аренду в 13 процентов здесь применяется например социальные конечно ребенка конечно если он больше нигде не работает да это ваш доход облагаемый по ставке 13 процентов а скажите когда здесь есть какой-то лимит ну на вычеты или можно 100 процентов брать или 95 потому что например социальные вычеты на ребенка потом на лечение на покупку ну вы же помните чем они ограничены 120 тысяч плюс 50 на обучение плюс 25 процентов от годового доход на благотворительность единственное что вот если у меня например получается что МДФЛ к уплате этот весь МДФЛ берется к выженную пусть 100 процентов а не 95 никаких нет 100 процентов если вы что похватаете вот так единственное что они возмущаются вначале заплатить МДФЛ а потом вам даньим вычет а я говорю нет я пишу письмо я не буду вам платить МДФЛ конечно не дождешься пол подожди и бегает по этому самому отнеси письмо я не буду платить я говорю вы не имеете права заказным письмом нет даже не заказным вот я пришла сдавать декларацию я поняла вы имеете право отправить заказным письмом я так ну декларацию лучше заказным отправлять да заказным конечно так с этим разобрались спасибо можно получить социальный вычет теперь в отношении взносов по договору добровольного страхования жизни дополнили статью 219 по социальным вычетам такого не было то есть добровольное страхование жизни главное чтобы договор был заключен на срок не менее 5 лет вы можете заключить договор со страховой организацией в свою пользу в пользу супруга родителей и детей тоже чем-то ограничили или не ограничили нет здесь есть все тоже 120 тысяч общая сумма то есть он относится туда же куда и лечение обучение свое и страхование по другим там пенсионное то есть в общую сумму не больше 120 угу то есть условно говоря если у меня на увеличение уже есть 120 то это да выбирает да можно обратиться даже по этому виду вычета к работодателю если вы перечисление денег на страхование производите через работодатель например написали бухгалтерию заявление прошу удерживать и перечислять все в этом случае можно будет получить этот вычет у себя так детский сад интересная тема интересно значит у нас есть компенсация части родительской платы которая предусмотрена федеральным законодательством поэтому именно вот эта часть не облагается НДФЛ вы же получаете как доход получается компенсация НДФЛ не облагается но если вдруг вы получаете какие-то большие суммы ну например от работодателя в этом случае будет у вас сумма превышение облагаться налогом не понятно что то понятно был вот у меня недавно случая у девочки знакомы она работает в ведомственном детском саду который при железной дороге там же туда же ходят ее дети плата за детский сад поскольку там РЖД там 12 тысяч в месяц и ей посчитали у нее трое детей нет двое туда ходят и ей посчитали как у нее чтенную выгоду или как это и на это начислили НДФЛ то есть компенсация была выше чем предусмотренная федеральным законодательством да что касается налога на прибыль слышали наверняка 269 статья у нас терпела изменения проценты по кредитам займа мы можем брать теперь в полном объеме но если долговое обязательство возникло в результате совершения контролируемых сделок то там надо будет конечно же смотреть в раздел 6 налогового кодекса о контролируемых сделках и еще если у вас договор в валюте то по валюте остались ограничения будет ли это распространяться на договора займа заключенные вами в тринадцатом четырнадцатом году нет почему проценты сейчас начисляем на эти проценты в том году мы не пересчитываем начиная с этого года а вновь начисленные проценты берем в полном объеме курсовые и сумовые разницы тоже наверняка слышали про это отменяет налоговый кодекс такое понятие как сумовая разница и у нас теперь будут только курсовые что в связи с этим вытекает если у нас в бухучете все разницы считались курсовыми в налоговом кодексе были прописаны термины суммовых разниц сумовые пересчитывались только на дату погашения долга курсовые пересчитывались на конец месяца и на дату погашения долга в результате на конец месяца у нас возникали расхождения в доходах или расходах между бухгалтерским и налоговым учетом это тема ну то есть теперь будет все как бы все одинаково и на конец месяца и на дату погашения долга это радует раньше вообще с этими сумовыми разницами вот вы не поверите еще года три назад если у нас сумовая разница приводила к тому что у нас был доход с этого дохода нам надо было еще вычислять НДС еще НДС те кто начисляли с дохода начисляли НДС насчет фактуру тем кто контрагент не давали и те взять этот НДС к вычету не могли ну в общем была песня еще та вот а если не исчисляли то причем если у вас сумовая разница приводила к расходам вычета вам никто по НДС не давал теперь все в общем то считаем курсовые разницы не являются объектом обложения НДС что у нас изменилось еще по амортизированному имуществу отпускать вас или договорить не договорить если кто-то торопится можно выкинуть мы договорим некий зател есть еще вот значит что что у нас с вами изменилось помните был критерий амортизируемая имущество в налоговом кодексе считается имущество стоимостью свыше 40 тысяч с 15 года у нас появилась возможность ввести такой же учет как в бухучете если вам надо стул списывать в течение 10 лет вы можете этот вариант выбрать и для цели налогового учета можно списывать все 10 лет как амортизируемая имущество да как амортизируемая имущество в прошлом году у нас это сделали в бухучете в этом году поправили и налоговый кодекс понятно то есть спецодежда, лабораторное оборудование, инвентарь, приборы, инструменты ну и так далее средства защиты малоценного имущества то есть с чем мы столкнулись у нас ноутбуки стали дешевле да там всякие гаджеты и так далее их стали списывать сразу но это очень дорого показалось в общем то нам даже вот неудобно решили все таки хранить их себе вам на балансе и так далее но мы ведь можем с вами как сделать в бухучете поставить со сроком полезного использования а в налоговом списать сразу ну все можем у нас теперь есть и те и другие возможности это 254 статья пункт 1 пункт 3 метод ЛИФО убрали ура скажите пожалуйста в тестировании по бухучету ЛИФО там какой-то вопрос тоже был как по оптимизации налогообложений там в том числе метод ЛИФО ЛИФО был в налоговом кодексе до 15-го года то есть сейчас ЛИФО нельзя выбирать но это сейчас а если тесты были составлены в 14-м году то естественно там ЛИФО был как метод оптимизации я просто запуталась потому что знаю что убрали а с бухучете еще в 2008 году убрали а в налоговом только с 15-го года дивиденды получаемые организацией тоже были 9-ти процентные теперь будут 13-ти процентные но у нас в 284 статье где написано ставки по налогу на прибыль написано что если ваша организация является учредителем более чем 50-ти процентной доли участия и больше 365 дней то у вас налоговая ставка будет 0 то есть если это условие не выполняется то ставка 13 выходные пособия которые вы пропишете в трудовых договорах по соглашениям сторон в коллективных договорах или других каких-то документах вы учитываете в расходах ограничений здесь получается нет сколько хотите столько и прописывайте знаете у нас в трудовом кодексе написано что мы обязаны выплатить выходное пособие в сокращение там два месяца и на период трудоустройства да к примеру если сокращают все со сменой собственника то что руководящему составу три оклада золотой парашют да а в районе крайнего севера шесть оклад парашюта НДФЛ это все не облагалось ну и так далее сейчас получается что мы можем сокращать увольнять главное чтобы в коллективном договоре это было прописано и в 255 статью расход на оплату труда это добавили пункт 9 часть 2 статьи 255 у нас в налоговом кодексе было написано что если вы на реконструкцию перевели основное средство свыше 12 месяцев длится реконструкция то вы приостанавливаете начисление амортизации амортизация это что это расход и налоговый орган конечно с нам говорил почему вы перевели на реконструкцию или модернизацию на такой большой срок не перестали начислять амортизацию то есть этот вопрос был спорным так а мы говорили но часть этого имущества все равно продолжает у нас использоваться мы продолжаем там что-то реконструировать но в то же время и работаем там теперь нам оставили это право можем продолжать начислять амортизацию новая форма декларации по налогу на прибыль сдавать ее будем уже за четвертый квартал четырнадцатого года то есть за год четырнадцатый будем сдавать по новой форме утверждена приказом фнс 26 ноября четырнадцатого года не сильно отличается но есть отличия если компания отчитывается ежемесячно то они уже в январе должны были бы сдать новую форму по новой форме мы сдавать с вами будем до 30 марта если вы сдадите по старой форме что будет штрафы реляют да вопрос вот они принимают по старой форме после штрафуют почему они смотрят что они принимают вот вопрос где эти дорога так я не хотела сотрудникам ничего три изменить а если лично ну вот ну вот да здесь конечно вот что изменилось сильно новые приложения появились декларации но практически они нас не касаются консолидированное да и доходы граждан на цену бумаг ну то есть вот приложение у нас 2 и 6 б да появились появились специальные строки для ошибок которые исправились в текущем периоде то есть у нас в приложении 2 к листу 02 появилось 4 новые строки 401, 400, 401, 42 и 43 если вы выясняете что в прошлом году или в прошлом периоде вы переплатили налога то в этих строчках в приложении 2 к листу 02 вы отражаете эти ошибки поскольку налог был переплачен в прошлых кварталах или в прошлых годах то вы можете исправлять сейчас да то есть не надо будет уточнять нам предыдущие периоды то есть вы запомните новые строчки по строке 400 отражаете сумму на которую корректируем базу к какому году относится ошибки вот если же ошибки были в разных годах то соответственно разные строчки ну например обнаружили в декабре 2014 года что по ошибке год назад не списали стоимость услуг сторонней компании и прочие расходы связанные с производством и реализацией ну не получили документ забыли или еще что-то сумма расхода составила 50 тысяч без НДС ошибка привела к тому что мы же в расходе не отразили вот поэтому приняли решение не подавать уточненку за прошлый период но расход то есть поэтому подаем в декларации сейчас это же здорово то есть если реализацию уменьшить допустим не подтвердили расходы ну не подтвердила там главная организация то же самое получается это что? мы на миллион закрыли а нам гензаказчик нашему заказчику срезал соответственно нам и 800 да может так сейчас то есть не надо прошлое не надо что-то у нас и разница в бухучете и налоговом учете не возникает ну не в 2013 год например а если в течение года то текущей даты то да а то за предыдущий период то есть если вы не доплатили в результате там всегда все было в предыдущих периодах да и еще декларацию то она будет брать по тому году какая действовала в том периоде уточненку не по новой декларации по той форме которая была не надо заполнять отдельные строги для убытков от уступки право требования право требования долга например вы уступаете списываем мы эти убытки на нервизационные расходы вот и убыток отражаем тогда в декларации в строке 300 приложение номер 2 к листу 02 убытки прошлых лет можно теперь без риска отразить в любом периоде раньше были спорные ситуации в первом квартале отражать или за годовую декларацию ждать вот теперь четко у нас можно брать в любом квартале и отражать убыток прошлого года ну то что мы делаем с вами в приложении четвертом пишем за какие годы были убытки появилась прибыль во втором квартале появилась прибыль в третьем квартале уменьшаем и не думаем теперь больше что касается компаний работающих на упрощенке я сегодня уже сказал да про кадастровую стоимость если вы компания на упрощенной системе работающие вы не платили никогда налог на имущество но теперь поскольку налог на имущество мы платим с кадастровой стоимости то если у компании упрощенки есть такой объект они должны будут платить налог на имущество вот такая вот петрушка получилась для них это административно-деловые торговые центры нежилые помещения для офисов торговых объектов общепит бытовое обслуживание жилые дома не учитываемые в учете как объекты основные средства если у вас на балансе такие имеются и еще раз напомню что о том что ваше здание перевели в кадастр вы ни от кого не получите надо туда заходить и искать ваше здание периодически перелопачивая всю базу так налог на имущество физлиц предприниматель который применяет ОСН но тоже такая же история физическое лицо обладает объектом недвижимости с которым надо платить налог по кадастровой стоимости значит он как предприниматель я очень извиняюсь во сколько группа у нас 17.30 сейчас 5 минут думаю закончим так то есть в этом случае физическое лицо даже если он на упрощенке предпринимателя он все равно будет платить с этого объекта по кадастровой стоимости так транспортный налог изменен срок уплаты физлицами транспортного налога не позднее 1 октября года следующего за истекшу а а был декабре ноябрь был 1 ноября было теперь сократили до 1 октября то есть до 1 октября надо заплатить то же самое сделали для земельного налога и налога на имущество для физических лиц тоже дата стала 1 октября авансовые платежи по транспортному налогу теперь также с учетом повышающего коэффициента если у нас автомобили дорогие больше трех миллионов действуют повышающие коэффициенты раньше у нас такого не было мы авансовые платежи делали без коэффициента а за год налог начисляли с учетом повышающего коэффициента теперь будут и авансовые платежи облагаться с учетом этого повышающего коэффициента у организации ну про налог на имущество урегулирован порядок уплаты налога который исходя из кадастровой стоимости у нас считается то есть коэффициент позволяет начислять налог только за те месяцы в течение которых объект находился в собственности это тоже была спорная ситуация платили всегда за год а теперь можно применять этот понижающий коэффициент если вы купили не с 1 января августа там позднее жилье не учитываемое на балансе в качестве основного средства облагается налогом на имущество организации по кадастровой стоимости жилые дома и жилые помещения например жилье которое на балансе организации числится как товар на продажу риэлторы не риэлторы но в общем те которые занимаются этим вопросом не для своих деятельных а для которые выкупают а потом продают да изменение кадастровой стоимости можно применять с того периода в котором вы подали заявление об оспаривании или когда была выявлена техническая ошибка то есть мы говорим слишком высокая кадастровая стоимость и говорим давайте пересчитывайте и вот с того момента как вы подали заявление на основании решения комиссии или же ошибка была технически внесена Росреестром и вы ее обнаружили то же самое пересчитается налог в противном случае будет налог платить с полной кадастровой стоимости поэтому смотрим рынок изучаем в общем нас озадачили с этим налогом по полной программе по налогу на имущество сегодня мы тоже видели восьмой пункт у нас изменился в статье 374 написано раньше было как те объекты имущества которые мы поставили на учет после 1 января 13 года не попадает в налоговую базу по налогу на имущество с 1 января внесли изменения если у вас имущество поставлено на учет после 1 января 13 года но входит с 3 по 10 группу это является объектом обложения налогом на имущество но если вы его уже поставили до 15 года то с него уже не платим только сейчас который будем ставить так там еще много мы не успеваем у нас куда-нибудь другое адрес сайт это информация так сейчас посмотрим сколько у нас осталось земельный налог тоже я сказала да изменен срок уплаты физлицами 1 октября кадастровая стоимость тоже самое может быть изменена по земле под многоквартирными домами земельные участки земельным налогом не облагаются индивидуальные предприниматели теперь не сами считают земельный налог им должна налоговая присылать уведомления так что касается страховых взносов теперь у нас 25 человек если есть мы обязаны сдавать в электронном формате раньше было 50 теперь уже 25 сумма страховых взносов перестанет округляться будем считать с копейками и платить с копейками понятно было отменено теперь опять вернулось предельная величина она у нас с вами изменилась пенсионный фонд мы начисляем до суммы дохода в 711 тысяч в ФСС 670 тысяч в ФОМС начисляем без всяких ограничений всегда то есть если раньше было 624 для всех то с этого года произошли изменения так ПФР 711 ФСС 670 ФОМС в полном объеме сдача отчетности в пенсионные фонды ФСС у нас до 20 было 15 теперь у нас будет 20 и 25 если в электронном формате 25 на бумажном носителе 20 тоже на 5 дней но здесь видите еще зависит от формата электронный вообще подвинулся на 10 дней ФСС ФСС у нас 20 и 25 а пенсионные нет ну да 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 там следующий месяц 20 в электронном формате только пенсионный подвинулся а в бумажном также остался 15 то есть пенсионный не сильно подвинулся ФСС подвинулся подальше так при увольнении ограничена необлагаемая взносами сумма выплат трехкратный размер среднего месячного заработка не облагается все выше облагается если человек ездил в командировку нанял жилье вы ему оплатили но документов он не принес это его доход облагаемый страховыми сносами вот такая вот у нас штучка появилась выездная проверка пенсионным фондом ФСС тоже стали как налоговому кодексе ее теперь можно продлевать до четырех и до шести но помним что она дольше двух у нас не проходит не надо нам сообщать о создании или закрытии обособленного подразделения заявление о зачете можно подать в электронной форме и временно прибывающие товарищи теперь тоже пенсионные взносы на них облагаются и сегодня я вам еще говорила про что про то что Армения Белоруссия и Азахстан у нас без всяких особых условий без всяких особых условий у нас сразу идет начисление НДПЛ 13% страховыми взносами облагаем пособия выплачиваются то есть все как у россиян